Артур, прошу прощения, мне вас не слышно. Может быть, никому тоже вас не слышно? Не только мне. Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги. После небольшого перерыва мы вновь с вами вместе в эфире на Всероссийском семинаре по информационной доступности в рамках Всероссийского инклюзивного фестиваля «Люди как люди». Как я уже сказал и как вы уже поняли, несмотря на некоторые технические сбои предыдущие, что мы сегодня на дискуссии будем обсуждать этот самый вопрос информационной доступности в контексте того, как он сейчас выглядит в России. Учтен ли он в современных нормативно-правовых документах этот вопрос информационной доступности? Учтен ли он в программе «Доступная среда»? Да. И, конечно, каким образом эта информационная доступность отражается в мониторингах, когда мы говорим о мониторингах доступности? Мы послушаем наших экспертов, которые работают в области информационной доступности и создают стандарты ясного языка, например. Все это будет сегодня, в ближайший час, чуть больше, чем час, час-пятнадцать минут. И я рад приветствовать на нашем дискуссионной сессии, которая называется «Информационная доступность для людей с аутизмом на пути к системному подходу». В итоге этой сессии мы должны будем выработать некоторые предложения о том, каким образом двигаться в направлении информационной доступности для лиц аутизмов и для других людей с другими ментальными нарушениями. Я рад вам представить тех экспертов, которые сегодня участвуют в этой дискуссии. Вместе со мной в студии Федерального ресурсного центра находится Инна Шершова. Инна, добрый день. Инна является руководителем программы «Инклюзивная среда» благотворительного фонда «Сбербанка. Вклады в будущее». Инна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте, коллеги. Очень рада всех приветствовать сегодня в рамках онлайн-семинара и в рамках фестиваля. Вот прекрасный его баннер за нашей спиной. Всероссийский инклюзивный фестиваль «Люди как люди», посвященный нормализации жизни людей с аутизмом, детей, членов их семей. Это очень важная меха для нас, поэтому наш фонд выступил минеральным партнером этого фестиваля, потому что мы считаем, что крайне важно, чтобы каждый человек в обществе мог включиться полноправно в общественную жизнь, в экономическую жизнь, так, чтобы в полной мере можно было бы наслаждаться жизнью, общением. Вот перед сельсией мы видели отрывок мастер-класса, который у Лауни Габакова. Там был чудесный совершенно финал ролика «Счастье, когда я себя понимаю». На самом деле, счастье, наверное, когда и ты понимаешь. В этой связи в нашем современном обществе, в обществе информационном, где информация играет, наверное, ключевую роль во всем, что мы делаем, всего, чего мы касаемся, это, наверное, системообразующий элемент для всего, что происходит в мире, для того, чтобы обеспечить коммуникацию, социальное взаимодействие и включение в, собственно, полноправную жизнь общества. В этой связи, наверное, информационная доступность является краеугольным камнем любой доступности, в которой мы сейчас живем. К сожалению, надо признать, что в России, мне кажется, этот элемент несколько недооценен. В первую очередь, на уровне, наверное, системном, потому что вот программа «Доступная среда», наверное, если говорить глазами обывателями, экспертов, в первую очередь, касается доступности архитектурной, доступности физической, я бы так сказала, или доступности сенсорной. Все, что касается там обеспечения доступности для людей из слабовидящих и слабослышащих. А вот информационная доступность, когнитивная, она, к сожалению, оказалась несколько заскобками вот этих усилий по созданию доступной среды. Но именно эта форма доступности является, наверное, самой важной, потому что она охватывает наиболее широкий спектр нарушений. И речь идет не только о людях с аутизмом, ведь надо признать, что вопросы когнитивной доступности актуальны для инофонов, актуальны для людей старшего поколения, которые будут сталкиваться со сложностями в общении с современной информацией. Поэтому я считаю, что тема, которую мы сегодня поняли, она очень-очень важная. И, как мне кажется, сегодня такой представительный состав спикеров и состав участников, и, мне кажется, мы смогли бы общими усилиями подумать, как можно было бы совершенно на другом, на системном уровне попытаться эти вопросы решать. Да, спасибо, Инна. Дело в том, что сегодня в введении, я не уверен, что все участники нашей дискуссии слышали эти тезисы, да, вот сегодня в введении, в предваряющей части к нашему семинару, я сказал о том, что вот информационное, то, что связано с информационной доступностью, это вещь, которая неочевидна для большинства людей. И в этом отношении вот потребности, да, людей, например, с опорно-двигательными нарушениями, с нарушениями зрения, их потребности гораздо более очевидны, чем потребности людей с расстройствами аутистического спектра в информационной доступности. И в этом отношении, конечно, мы видим, что есть вот эта потребность, она связана в первую очередь с трудностями переработки информации, которая свойственна для людей с аутизмом, для многих людей с аутизмом, тем более для тех, у кого есть какие-то когнитивные нарушения. И вот эта информационная доступность, о которой вы много сейчас сказали, Инна, она позволяет в первую очередь человеку ориентироваться в окружающем мире, потому что мы понимаем, что когда мы говорим о людях с аутизмом, это совершенно в очень многих случаях неупорядоченная картина мира. И вот эта неупорядоченная картина мира, если вы не понимаете, что вокруг вас вообще происходит, то очень сложно понять, что вам дальше делать. И, конечно, нет никакой возможности адаптироваться. Ну и вообще я хотел бы сказать, что информационная доступность, я очень часто ощущаю, что для меня, например, какие-то вещи хорошо было бы, чтобы были адаптированы, хотя у меня нет расстройства аутистического спектра или каких-то других определенных нарушений. Но когда я оказываюсь, например, в аэропорту или на каком-то новом вокзале, то я ощущаю, что мне больше хотелось бы информационной доступности. И в этот момент я, наверное, немножко теряюсь и, наверное, ощущаю себя так, как мог бы ощущать, наверное, себя человек с расстройствами аутистического спектра. Я думаю, что мы все можем на себе немножко это почувствовать, особенно тогда, когда мы оказываемся в незнакомых условиях, на больших мероприятиях, где большие информационные потоки идут. И вот, например, сейчас в ближайшее время будет международный московский салон образования. Конечно, попав на такое большое мероприятие, мы тоже хотели бы, чтобы информация подавалась для нас в доступном виде, чтобы мы легче ориентировались. И я думаю, что ММСО как раз все делает для того, чтобы это и произошло. Дорогие друзья, я буду предоставлять слово нашим экспертам по очереди. По очереди буду вас называть, уважаемые наши эксперты и спикеры, приглашенные федеральным центром. И заодно и знакомить, если кто-то вдруг с вами не знаком, такое тоже, наверное, может быть, знакомить вас с нашей аудиторией, которая сейчас достаточно обширна и смотрит нашу трансляцию в ВК. И вот после того, как именно вы проблематизировали, так сказать, вот этот вот вопрос, вопрос информационной доступности, то мне, конечно, хотелось бы разобраться вместе со всеми, как же все-таки он отражен в такой, например, замечательной программе, как программа «Доступная среда» в Российской Федерации, которая реально работает и в рамках которой очень много сделано полезного государством для людей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, как отражена эта информационная доступность в других нормативных документах. Ну и здесь я с удовольствием предоставлю слово нашему надежному партнеру. Это Алексей Анатольевич Ерков, заместитель руководителя Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов Федерального бюро медико-социальной экспертизы. Что очень важно, то что, Алексей Анатольевич, вы являетесь ярким представителем, который занимается содержательной работой Минтруда Российской Федерации, и не секрет, что федеральные программы по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, они выполнялись, да, и делались с вашим самым активным участием, и вы являетесь в этом смысле важным экспертом вот в этой области. Алексей Анатольевич, мы представляем вам слово, и что вы скажете по этому поводу? Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья, спикеры, участники. Очень рад снова оказаться на площадке фестиваля «Люди как люди». В прошлом году мы тоже принимали участие, с большим удовольствием будем принимать участие в дальнейших проектах, которые осуществляет Федеральный Резон, Федеральный Ресурсный Центр. И вот если говорить очень коротко, то вот сейчас вы упомянули государственную программу «Доступная среда», она же состоит из нескольких подпрограмм. И там есть подпрограмма по совершенствованию физической доступности инфраструктуры, есть подпрограмма по совершенствованию реабилитации инвалидов, есть подпрограмма по совершенствованию системы комплексной реабилитации инвалидов. Российской Федерации. Поэтому такая вот очень многообразная история. Что касается нормативного регулирования, я буду говорить так очень коротко, тезис, наверное, с каким-то немножечко прогнозом вперед. На сегодняшний день основной законодатель, который в принципе регулирует вопросы социальной защиты инвалидов, это, как и называющийся федеральный закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации, 181, 4 ноября 1995 года. Ну, надо понимать, что он от 1995 года, конечно, но в него последовательно вносятся изменения, как любые законодательные акты. Это законодательный акт не мертвый, это законодательный акт живой. И вот в нем есть две статьи. Это 14-я статья, которая как раз посвящена обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации. Есть 15-я статья, которая посвящена беспрепятственному доступу инвалидов к объектам инфраструктуры. Вот эти две статьи, они в определенной степени взаимосвязаны, но вместе с тем, как вы уже сейчас сказали, нельзя информационную, наверное, доступность отделять от доступности инфраструктуры. То есть это две стороны одной медали. Если, когда вы привели, Артур, пример, вы приезжаете в незнакомую страну, в незнакомый аэропорт, и у вас возникают сложности с ориентированием, быстрым оперативным ориентированием там, это потому, что инфраструктурная составляющая этой инфраструктуры не приспособлена, например, по носителям русского языка. Вот это, в частности, как прием. Значит, я хочу сказать, что на сегодняшний день в мониторинге вообще физической доступности, то есть реализации государственной программы «Доступная среда» в частности физической доступности объектов инфраструктуры занимается Федеральный ресурсовый центр, который создан на базе Санкт-Петербургского института усовершенствия мочи-экспертов. Вот я так предваряю, ставлю ректора института Оксаны Николаевны Владимировны здесь, чтобы не отнимать ее хлеб. Я тут не буду какие-то общие моменты, наверное, рассказывать о том, как осуществляется мониторинг, и так далее, и так далее. Наверное, я сделаю такой прогноз вперед и скажу, что на сегодняшний день, я уже сказал, что с помощью первых законов организм живой, на сегодняшний день существуют законодательные инициативы, нормативные законодательные инициативы по реформированию подходов к комплексной реабилитации и в том числе к инфраструктурной доступности для инвалидов и информационной среды, и объектов инфраструктуры, где эта информационная среда должна использоваться. Все это происходит не на пустом месте. Нашей страной, в частности правительством Российской Федерации, в конце ноября, в конце декабря, 18 декабря 2021 года было утверждено распоряжением правительства концепция развития системы комплексной реабилитации инвалидов в Российской Федерации до 2025 года. Там предусмотрено очень много системных мер, и в том числе один из основных блоков является совершенствие законодательного нормативно-правительного регулина. Переходя к вопросу, сейчас я попробую открыть слайд, пусть у меня получится это сделать. Так, одну секунду, одну секунду. Честно говоря, не могу найти... Да, мы нормально, мы ждем, все в порядке, Алексей Анатольевич, подключайте... Не могу найти где он. Сейчас, одну секунду. А слайд, понятненький, посвящен основной статистике. Ну, я боюсь, что сейчас мы долго будем просто с этой историей разбираться, включать, выключать. Я его, наверное, сейчас открою у себя на телефоне и просто попробую с него рассказать. К сожалению, не получилось. Не могу сказать, почему я, честно говоря, на этой платформе первый раз, потому что дело не так. Можно еще раз попробовать, конечно. Алексей, давайте, пока вы пробуете открыть слайд, я хотел бы немножко вот обобщить, да, или получить от вас некоторые резюме по поводу и программы «Доступная среда» и нормативных документов. То есть правильно ли я понимаю, да, что в общем контексте... Да, сейчас мы видим ваш рабочий стол, и если вы откроете слайд, то мы его увидим, я думаю, тоже. Сейчас опять и пропало. Я не очень владею этой платформой. Ничего страшного, мы продолжаем нашу дискуссию, вот, и в этом отношении хотелось бы резюме, да, вот от вас какое-то получить. Правильно ли мы понимаем, что в целом, несмотря на то, что блок информационной доступности прямо такими буквами, да, информационная доступность не прописан в каких-то нормативно-правовых документах, тем не менее существующая нормативно-правовая база позволяет эту историю проработать с точки зрения методической, да, или же нам действительно нужно вносить какие-то изменения в нормативно-правовое законодательство, потому что информационная доступность именно так и прозвучала, да, в нормативных документах. Вот какая у нас ситуация на данный момент, первая или вторая? Ситуация следующая. Федеральный закон на основном базе 181, он содержит ту статью, которая, собственно говоря, и посвящена обеспечению беспрепятствия доступа инвалидных информации. Если мы эту статью откроем, то мы увидим там две истории. Это история, связанная с инвалидами по зрению и использованием шрифтовых проектов. И это история, связанная с инвалидами по смыслу, с использованием русского жестового языка как средство общения. Почему я хотел показать статистическую такую информацию? Дело в том, что если мы посмотрим структуру инвалидности, то мы увидим, что вот вообще у детей, например, среди причин инвалидности уже с 2014 года начинают стойко лединить психические расстройства, или психические расстройства как класс болезни. У взрослых, начиная с 2021 года, впервые, в накопленном, но общем, количестве людей с инвалидностью, которые живет в нашей стране, впервые психические расстройства вышли на первое место. Я вам скажу больше. Впервые на первое место вышла инвалидность, среди психических расстройств у взрослых, вышла инвалидность вследствие умственной отсталости. О чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы вообще смотрим на контингент людей с инвалидностью, мы понимаем, что наше законодательное регулирование, наши организационные моменты, связанные с реализацией этого законодательного регулирования, должны быть направлены на ту целевую аудиторию, которая нуждается в этом больше всего. Вот если мы говорим о людях с ментальной инвалидностью, понятие ментальной инвалидности, оно немножко шире, конечно, чем инвалидность вследствие психических расстройств, расстройства поведения по МКБ. Вот когда мы посмотрели, например, на взрослых, на контингент взрослых инвалидов, я буду подглядывать свой телефон, слайд, да, чтобы цифры просто не соврать с ценой в цифрах, да, мы увидели, что вот с точки зрения причины инвалидности именно психического, как я не знаю, как психического расстройства, да, это порядка, ну, 950-960 тысяч человек в стране. Но если мы посмотрим шире по функциональным нарушениям, которые привели к инвалидности, эта цифра уже вырастет до 2,5 миллионов человек, и это я говорю только про инвалидность, я не говорю про заболеваемость, да, то есть про людей, которые имеют какие-то расстройства, но при этом не имеют каким-либо причинам статуса инвалидность. Вот 950 тысяч инвалидов вследствие психических расстройств и 2,5 миллиона взрослых инвалидов вследствие вообще нарушений психических функций, в которых, например, разное заболевание. А это что такое? Это в том числе и церебровоскулярные болезни, то есть болезни связанные с нарушением выздоров, кровопрощения. Это уже не его первого периода. Алексей, я прошу прощения, да, спасибо. То есть основной тезис, он на данный момент понятен, что информационной доступности как таковой нету в нормативно-правовых документах, но поскольку мы видим вот эту большую, так скажем, большую выборку, да, большое число детей с инвалидностью, я говорю сейчас о Минтруде, большое число детей с инвалидностью ментальной, да, и в том числе и с расстройствами аутистического спектра, интеллектуальными нарушениями, мы понимаем, что эту историю нужно продвигать, потому что именно все эти много сотен тысяч, да, людей с инвалидностью, они нуждаются в этой самой информационной доступности. Вот я правильно подытожил идею? Вы абсолютно правильно подытожили идею, потому что у нас в законодательстве прописано, если еще более коротко, информационная доступность. То есть информационная доступность сегодня ограничивается, по сути, информационной доступностью. Это замечательно и хорошо, что это прописано в законе для людей с инвалидностью вследствие патологии зрения, патологии слуха, но у нас есть огромное количество людей, в том числе молодых людей с ментальными нарушениями, соответственно, мы полагаем, что здесь необходимо работать и зарабатывать именно законодательную норму. Спасибо. Алексей, большое спасибо. Я на этом хотел бы передать слово нашему следующему эксперту, битовой Анне Львовне. Анна Львовна, у вас, я думаю, что очень многие люди знают, тем не менее я представлю директор Центра лечебной педагогики «Особое детство», город Москва. И, Анна Львовна, вы, конечно, владея ситуацией по России, много ездили по России и отражая, по сути, потребности в своих постоянных выступлениях, в своих презентациях, отражая потребности людей с инвалидностью по всей России, вы, конечно же, понимаете, как обстоятельно была на местах. И вы, конечно, понимаете, как одна из головных организаций, которая постоянно делает предложения в законодательство, каким бы образом, да, с точки зрения некоммерческих организаций могло бы быть это движение вперед. Я с удовольствием предоставляю вам слово для того, чтобы, ну, вы, с одной стороны, немножко, наверное, проблематизировали, а с другой стороны, внесли бы конкретные предложения. Здравствуйте. Ну, наверное, должна сказать, что все-таки я точно не директор, я ушла из директоров, я председатель правления Центра лечебной педагогики. Это мелочь, и я, наверное, хотела все-таки два слова сказать, затронувшие меня в выступлении предыдущего оратора, что для меня вот терминологически очень сложный термин «ментальные нарушения». Абсолютно видно, что разные люди имеют в виду разные. В законодательном поле у нас такого термина нет, у нас пока все-таки есть психические расстройства или нарушение психических функций, если мы будем смотреть с точки зрения классификации, ну, функционирования и разных других историй. Поэтому, наверное, это как-то требует какого-то разведения, может быть, какого-нибудь отдельной секции на эту тему когда-нибудь. Вот это у нас к вам, у меня к вам такое обращение. Но я, тем не менее, хотела сказать, что на сегодня в законодательном поле, если мы говорим про информационную доступность, у нас есть только одна дефиниция. Это закон о русском жестовом языке, да? То есть для людей с нарушением слуха у нас все понятно. Вот, надо использовать, если есть какое-то официальное сообщение, надо переводить, если семинар, конференция надо переводить. Надеюсь, нас тоже сейчас переводят на русский жестовый язык. Вот, извините, это шутка. Вот, и, значит, как бы, если есть какое-то судебное дело или какая-то официальная история, связанная с человеком с нарушением слуха, обязаны власти, да, пригласить переводчика с русского жестового языка. Есть профессия переводчика с русского жестового языка, утвержденная с профессиональным стандартом. То есть мы видим, что это уложено прямо в такой целый вот пакет. И мы лоббируем интересы людей, не имеющих возможности пользоваться полноценно, да, осным русским языком, то есть людей с коммуникативными проблемами. И большая часть из них – это люди с расстройством амортистического спектра, большая часть, да, вот, это дети и взрослые. Мы как бы думаем про то, что какая-то аналогия должна быть вот с этим. Я думаю, что мы должны когда-то прийти, не сразу это явно длинный путь, к тому, что в стране будет закон об альтернативной и дополнительной коммуникации. Я вот, конечно, тоже приготовила презентацию, теперь нахожусь в удивлении, смогу я его показать. Нет, не знаю, сейчас я попробую. Я попробую. Вот у меня экран, а как же теперь мне показать? Вот, Анна Львовна, внизу посередине у вас есть несколько значков, да, внизу экрана. И вот один из них – это начать показ. Это прямоугольник со стрелочкой. Я сейчас… Да, далее выбрать весь ваш экран. Нажать на экран и кнопку «Поделиться». Так, я пытаюсь поделиться, но оно не хочет. Давайте не будем мучиться. Я тогда сказал, что поделаешь. Я тогда попробую так, в принципе. Данил, я прошу прощения, а вы могли бы помочь еще раз дать инструкцию? Ничего страшного, что мы немножко подождем презентации. Мне кажется, это важно. Да, дело в том, что там вот, когда вы делаете нажать весь ваш экран, надо выделить презентацию свою, то есть нажать, и после этого только нажать кнопку «Поделиться», то есть как бы кликнуть на нее. Я думаю, что я недостаточно продвинутый пользователь. Я думаю, что я буду… Так, извините, это, думаю, проблемно. Разговор без презентации, ничего страшного. Ничего страшного. Но мы все понимаем, что как бы законодательный законодатель предусмотрел эту тему. Каждый человек, он имеет право выразить себя и свои желания. Это закреплено в большом количестве разного законодательного материала. Это и, не знаю, Конституция, это закон о социальной защите инвалидов, это вообще-то еще и закон о образовании, то есть где только мы про это не говорим. И для того, чтобы человек мог выразить себя, если у него есть проблемы с коммуникацией, да, с речью, например, он может совсем не пользоваться устной речью или пользоваться ей частично, есть, соответственно, определение альтернативной дополнительной коммуникации. Подразумевается, что альтернативная коммуникация – это все виды неголосового общения. То есть коммуникация с использованием тела, коммуникация через визуальные образы, письма, символы, да, коммуникация через тактильные ощущения, через жесты, через разнообразные электронные дополнительные устройства. И есть отдельно дополнительная коммуникация, то есть отдельно выделено, это там, где мы что-то дополняем, когда человек уже что-то сказать может, но нам все равно нужны специальные средства. Для кого нужна АДК? Вообще мы, конечно, альтернативная дополнительная коммуникация. Мы, конечно, наверное, недостаточно широко тоже понимаем эту тему, и тут в этом смысле я согласна с предыдущим докладчиком. Конечно, это дети и взрослые с тяжелыми психическими нарушениями, с интеллектуальными нарушениями. Конечно, это дети и взрослые с расстройством аутистического спектра. Очень многим из них нужно использование альтернативной дополнительной коммуникации. Это дети и взрослые с тяжелыми множественными нарушениями. И, между прочим, это могут быть люди после инсульта, это могут быть люди после какой-то травмы головы, и это могут быть просто люди с двигательными нарушениями. Когда интеллектуальный человек все понимает, а сказать не может. И мы еще отдельно, вот я как логопед, которого учили коммуникации много лет в институте, и потом нас учили только одному маленькому куску. Мы обсуждали, ну, пока я училась, это было давно, только вопрос того, когда у человека есть нарушение голоса, когда он не может сказать, и что он может вместо этого делать. Но это тоже туда же попадает, потому что ему тоже нужна какая-то альтернативная дополнительная коммуникация. А правда ли, что у меня появилась презентация на экране? Да, это абсолютно и правда. А как же мы теперь шевелить? Какие чудеса вы решите? Я пыталась. Коллеги, добрый день. Анна Львовна, я буду вам помогать. Командуйте. Какие слайды? Шевелите дальше, пожалуйста. Дальше, дальше, дальше. Наверное, где-то про АДК там будет слайд. Вот. И, конечно, да, следующий, еще следующий. О, как здорово-то, что можно вот так вот с помощью друга. Следующий, пожалуйста, слайд. И вот я вижу главную проблему в том, что на сегодня система альтернативной дополнительной коммуникации, которая вообще-то начала в стране развиваться, и очень многие используют разные способы, но она очень разрознена. То есть мы уткнулись в первую очередь в то, что человек при переходе из одного детского дома-интерната системы социальной защиты города Москвы в другой, он оказывается без языка. В одном использовали одну систему, в другом – в другую. Все, привет, я в Китае. То есть как это может быть? Это я, например, с такой конструкцией совершенно не согласна. Мы стали разговаривать с Москвой и стали про это, про все думать. Очень много возражений эта идея на сегодня вызывает. Почему? Люди боятся. Как это может быть одна система на всех? Нет, мы говорим не одна система. Должна быть вариативность систем. Должно быть несколько систем, но они должны быть достаточно однотипные. То есть это, например, может быть предметная коммуникация. Если человек находится на уровне предметной коммуникации, то он будет общаться, где он живет, дома или в учреждении, в школе, в магазине, у нотариуса, да, там, не знаю, еще где-то, где надо выяснить его точку зрения. Потому что главное, что мы должны уметь выяснять, это мы должны выяснять точку зрения недееспособного лица на то, как он будет жить, где он будет жить. Вот это сейчас, да, центральный вопрос законодателя. Как мы выясним-то у людей, где они будут жить? В интернате, дома или на сопровождаемом проживании? Для этого надо тогда нам нормально вообще выстроить альтернативную дополнительную коммуникацию. Может быть графическая коммуникация, да, она может быть фотографией, реальные изображения, стилизованные пиктограммы. Но наиболее известный у нас с вами будет PICS Exchange Communication, то есть PECS, да, который используется широко в расстройстве аутистического спектра. Используется жестовая коммуникация. Тоже систем жестовых очень много, начиная от русского жестового языка, который обычно для наших товарищей чересчур сложен, да, кончая разными жестовыми коммуникациями, просто которые люди сами на коленке придумывают. Есть макатон, есть еще система жестовой коммуникации. Какой-то должен, должны мы сделать выборы. Иначе получится, что человек, например, при переходе из детского во взрослые учреждения, из дома, где он жил и пользовался какой-то коммуникацией, и потом как бы начинает посещать какое-то учреждение, он оказывается без речи. Это невозможно для меня, как человека, переживающего за коммуникацию, это очень обидно. И, конечно, очень сейчас много технических средств коммуникации, которые помогают людям общаться. Причем, конечно, ну вот за эти вот последние 20 лет очень большой рывок произошел. Очень многие родители, они даже лучше, чем специалисты, разбираются, какой системой коммуникации подходит их ребенку. И основной вопрос родителей, это почему технических средств коммуникации нет в технических средствах реабилитации. Почему мы, человеку неходящему, покупаем коляску за астрономические деньги, и почему мы не можем купить коммуникаторы, кнопки, там, не знаю, трекеры для людей, которые не могут пользоваться речью. Это для них жизненно необходимо, они должны иметь возможность разговаривать. Вот это наш основной вопрос к законодателю, в том числе к Беру медико-социальной экспертизы. Мы регулярно вносим эту историю на разные мероприятия, рассказываем в списке, чего еще надо добавить, технические средства реабилитации. Но, видимо, это еще времени пришло. Давайте двигаться дальше. Что еще хочется сказать, что процесс все-таки, можно следующий слайд? Вот, что процесс все-таки немножко пошел, да? Наверное, про ясный язык надо пролистать, потому что про ясный язык лучше расскажет Оксана Николаевна. Давайте еще про ясный язык пролистаем. Вот, значит, что надо сказать? Надо сказать, что мы, что приводит слабое использование альтернативной дополнительной коммуника, к чему приводит? Оно приводит реально к очень сильному занижению возможностей человека. Вот мы сейчас там, да, в рамках исследования пытаемся оценить интеллектуальный уровень ребят. И у нас часть ребят общается на макатоне, часть ребят общается на картинной коммуникации, на пексе, часть ребят даже на предметной коммуникации. И я, как логопед, как специалист по коммуникации, я понимаю, что он может ответить на довольно много вопросов, если ему дать эти средства. И вот приходит, специально взяли человека со стороны, человек, который тестирует там по Векслеру, по Лейтеру, он ничего не может у них выяснить. Он не владеет, да, специалист не владеет этими средствами. И он, конечно, не сможет за там полчаса до исследования у меня выяснить, а как же его спросить? Я ему что-то покажу, но это будет то малое. А у нас у большинства детей коммуникативные альбомы, которые даже очень человек с тяжелым контактом пользуется. Он бегает, бегает, потом он подбежал и ткнул. Мне вот это надо. А как это выяснит кто-то другой? То есть это общество должно широко понимать вообще всю эту историю. И получается очень высокая зависимость от окружающих. Если человек мог бы попросить, что ему надо, то он бы был более независим. Вот он живет дома или в интернате, это совершенно не важно. И ему там, не знаю, по расписанию там еду дают. А может он не хочет сейчас завтракать. Может он завтракать хочет на два часа позже. А как ты у него же спросить должен? А как ты его спросишь? Можно следующий слайд? И то есть мы видим очень широкое поле, использованное альтернативной дополнительной коммуникации. Ну широчайшее. По части этих вопросов у нас идет диалог, я бы сказала, с профильными министерствами. Это шутка. Ну, например, заинтересовался Сбербанк. И мы разговариваем, там есть подразделение особой банка, мы разговариваем о том, как должно быть устроено сообщение на финансовом уровне для людей, которые не могут пользоваться речью. Конечно, это еще требует очень большого времени и обдумывания. Но запрос у них есть, потому что они понимают, что такие люди есть, и с ними надо как-то выяснять отношения. Идет диалог с религиозными общинами. Обсуждается, что все-таки, если в приход пришел человек, который не может пользоваться речью, то мы должны каким-то образом обеспечить у него возможность, во-первых, понять, что происходит, и, во-вторых, спросить что-то, если ему надо. Ну и далее, как бы везде, да? Это должно быть на работе, это должно быть в квартире, сопровождаемое проживание или индивидуальное и так далее. Это очень важно. Можно дальше? Анна Львовна, нам нужно закругляться, потому что вы говорите очень интересно, и, мне кажется, правильные вещи. Я хотел бы некоторые позиции подытожить, потому что это важно. Я тогда одно слово скажу. Можно пролистать дальше, не буду про правовые основы. Пролистаем про правовые основы. Я хочу сказать, что мы начали эту беседу с Министерством труда о том, что это необходимо. Дальше. Вот, это, видите, везде это должно быть, да? И вот этот предыдущий слайд как раз пролистнули. И вот сейчас готовится, предыдущий слайд, готовится, вот это вот важно, да? Готовится законопроект по реабилитации, абилитации инвалидов, и туда внесен ясный язык, и по договоренностям с Министерством труда мы подготовили небольшой кусок про альтернативную дополнительную коммуникацию. Надеемся, что войдет, и это требует очень большого обсуждения общественного, да? Потому что, ну, есть разные точки зрения, как должно быть устроено, надо найти какой-то консенсус между родителями, специалистами, специалистами разных сфер и специалистами разных регионов. Потому что в Москве по одному, в Питере по другому, а в Нижнем вообще по третьему. Спасибо, Анна Львовна. Вот, пожалуйста, дело в том, что, мне кажется, вы очень точно раскрыли содержание вообще проблемы, потому что, поскольку мы говорим, когда мы говорим о информационной доступности, да, у многих есть ощущение, что мы говорим только о том, как это написано на табличках в метро, да, или там в аэропорту. В действительности вопрос информационной доступности мы помнили из предыдущего замечательного мастер-класса Ольги Поповой, которая как раз говорила о применении системы PECS. По сути, вот эта информационная доступность – это абсолютно двухсторонний процесс, и ровно так же, как мы должны довести информацию до ребят, у которых есть сложности, да, с пониманием вот в обычном виде информации, точно так же, и они должны иметь право довести информацию до нас, до всех, да, по поводу того, что они хотят. Поэтому тот контекст, который вы обозначили, ту концепцию, которую вы обозначили двусторонней информационной доступности, это абсолютно то, что является вот, это то же самое, о чем думаем мы в Федеральном ресурсном центре. И в этом отношении сегодняшний семинар, он как раз и посвящен вот этим разным компонентам информационной доступности. И здесь мы считаем, что вот ваше предложение относительно в этом контексте двухсторонности, да, этого вопроса, что ваше предложение и относительно ясного языка, и относительно, ну вот про ясный язык, мы, к сожалению, первые части семинара очень скомканно услышали, но будут сегодня мастер-классы дальше. И в отношении, конечно же, альтернативных средств коммуникации, это принципиально-принципиально важный вопрос, который носят две стороны. Я думаю, что мы со стороны ФРЦ с удовольствием поддержали бы, да, внесение вот этих двух позиций в федеральное законодательство. И еще один важный вопрос, который вы осветили, это вопрос, связанный с тем, какие же именно средства коммуникации мы используем. Вот действительно, я здесь хочу привлечь внимание тех 1200 коллег, кто сейчас смотрит трансляцию на ВК, к тому, что вот этот вопрос, связанный с применяющимися средствами, он очень сложен. Действительно, есть какие-то жестовые, да, например, языки, есть дактильный язык, и вот это вот все, оно не общеупотребительно. И в этом отношении, если люди осваивают, например, жестовый язык, это замечательно, но, к сожалению, ни в магазине, ни в аэропорту, ни где бы то ни было человека не поймут. В то же время, если мы выбираем более универсальный способ, ну, вот к которому я, например, считаю, именно система PECS, да, относится, потому что система PECS, она, ну, просто удивительно понятна для абсолютного большинства людей. А также другие разные интересные системы, то вот чем более, да, она универсальна, тем более, больше ее достоинства. И вот мне кажется, что создателям различных систем альтернативной дополнительной коммуникации нужно понимать следующую вещь, что чем больше вот использование этой системы просто с одной стороны, и с другой стороны интуитивно угадываемо и понятно, то тем больше она подходит для того, чтобы стать универсальным средством вот этой самой информационной коммуникационной доступности. Анна Львовна, спасибо большое. Я на слово хочу сказать. Я должна вам ответить, потому что все-таки не может быть одной системы, есть люди, которые не могут понять картинное, да, изображение, поэтому все равно это должна быть несколько систем, как некоторая общая какая-то концепция, да, альтернативной коммуникации. Да, конечно, Анна Львовна, это может быть несколько систем, но они должны быть интуитивно понятны для абсолютного большинства. Я с вами полностью согласен. И я можно еще скажу, что у нас вот это обсуждение, которое вот что должно же быть, как должно быть это все устроено, будет через неделю внутри конференции «Ценность каждого», которая будет происходить онлайн, и мы всех приглашаем на обсуждение альтернативной дополнительной коммуникации. 8 числа будет проходить. Переходите. Спасибо большое, Анна Львовна. Я думаю, что многие запланировали участие, в том числе и с ФРЦ. Вот, и я хотел бы перейти к нашему другому эксперту, коллеге. Большая просьба, да, выдерживать регламент 10-12 минут, иначе мы просто не успеем сказать важное, да, ну, может быть, чуть-чуть побольше будет возможность сказать. Я хочу вам представить Оксану Николаевну Владимирову, ректору Федерального государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. По сути, Оксана Николаевна, вы сегодня выступаете в роли эксперта от головной российской организации, которая занимается вопросами, да, подготовки специалистов в области абилитологии, если так можно сказать, реабилитологии в области медико-социальной экспертизы, и вам отданы, да, Федерации, вам во многом отданы вопросы доступности среды. Вот в этом отношении мы вас хотели спросить как главную, да, государственную организацию, которая этим вопросом занимается с точки зрения металлической. Какие здесь могут быть, какие интересные, во-первых, какие есть компоненты вот этой информационной доступности, да, какие есть блоки этой информационной доступности, каким образом они могут быть отразлены, например, в российских мониторингах, да, ну и ряд других вопросов, которые вы сами считаете нужно осветить с металлической точки зрения, да. Я передаю вам слово и, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Артур Варьевич, добрый день, уважаемые коллеги. Скажите, пожалуйста, меня слышно и видно ли мою презентацию? Все видно и замечательно слышно. Спасибо, Оксана Николаевна. Хорошо, спасибо, спасибо. Очень важно для меня сегодня, знаете, так вот в очередной раз понять, что мы все на одной волне. Вот предыдущие эксперты, с которыми я очень хорошо знакома, которых очень уважаю, действительно, те проблемы, которые волнуют их, они волнуют, в общем-то, и наш институт, и меня лично, поэтому я вот хочу продолжить те мысли, те позиции, которые высказали эксперты, немножко уже с другой стороны. Хочу сказать о том, что у нас сейчас существует определение понятия «система средств информации», информационные средства. Это определение обозначено в своде правил по проектированию строительства. И к этому определению я еще вернусь, потому что мне бы хотелось вот так построить историю, рассказать некие семь фактов об информации для лиц с инвалидностью, ну, естественно, в разрезе той проблемы, которую мы обсуждаем. Ну, первый вопрос, про который очень хорошо сегодня рассказывал Алексей Анатольевич, все-таки это закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации, и фактом является то, что государство признало обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации частью государственной социальной политики. На это есть действительно статья 14, ну и последующие статьи 15, 16, но вместе с тем в действующем на сегодняшний день законе положение сформулировано в отношении инвалидов с нарушениями функции зрения. Также, что у нас еще есть из правовой базы? Есть государственный стандарт по интернет-ресурсам, но есть вот правила в области проектирования и строительства. Конечно, еще есть масса других документов, но мне хотелось бы заострить внимание на этих. И вот Анна Львовна говорила про вообще великое достижение, на мой взгляд, это принципиальная история. У нас действительно на сегодняшний день есть проект федерального закона, который предлагает Минтрут России. И мы все вот эксперты работаем над этим проектом федерального закона. По состоянию на март 22 года 42 страницы в этом документе. Знаете, это вообще этап в развитии системы комплексной реабилитации инвалидов в стране. И вот в частности те позиции, про которые Анна Львовна говорила, да, действительно, уже в новом законопроекте существует легитимизация. Ну, подчеркиваю, что это пока только законопроект. Но, тем не менее, существует легитимизация понятия русский ясный язык и понятие альтернативная и дополнительная коммуникация. И даже уже некоторые позиции по организации внедрения этих технологий начинают раскрываться. Пусть, может быть, еще не столь полно, системно, но, тем не менее, начинают раскрываться. Ну, вот второй факт, на котором бы мне хотелось остановиться. Его Алексей Анатольевич очень подчеркнул. То, что мы в системе здравоохранения, в социальной сфере, в сфере образования, в общем-то, до сих пор говорим на язвных языках. И как-то мы друг друга понимаем в общении, но, когда мы читаем законодательные документы, то тут возникает путаница. И я довольно подробно разбиралась с этим вопросом, чуть дальше скажу, почему. И сформулировала такое мнение, не знаю, вы его поддержите или оно вызовет дискуссию. Все-таки, если мы решаем медицинские вопросы, и, в общем-то, работаем в духе медицинской модели инвалидности, да, мы используем международную классификацию болезней, МКБ-10. Если мы все-таки уже выходим в сферу решения реабилитационных или социальных вопросов, в том числе образования и так далее, то здесь уже логичнее было бы использовать другую классификацию, которая классифицирует последствия болезней. В частности, это международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, МКФ. Эти обе классификации были приняты в Системирной организации здравоохранения и, в общем-то, дополняют друг друга. МКФ содержит уже другой взгляд, так называемый биопсихосоциальный подход, и в ней заложена концепция построения информации, некоторые измерители, в частности, единая шкала измерений, которая может быть унифицирована для разных сфер деятельности. СПИЛУВЭК, тот институт, который я сейчас возглавляю, конечно, сыграл решающую роль в переводе МКФ. Это мои учителя, профессор Шоско Георгий Дмитриевич, профессор Коробов Михаил Васильевич, к сожалению, недавно ушедший из жизни. И первый перевод на русский язык был осуществлен именно моими уважаемыми учителями. В 1999 году был сформирован центр, сотрудничающий центр ВОЗ, и осуществился перевод классификации. Первая диссертационная работа была защищена в нашем институте тоже моим учителем Реснянским Владимиром Юрьевичем. И впервые МКФ, домены МКФ появились в нормативно-правовом документе. Это тоже принципиально новое решение. В частности, в документе классификации критерия МСЭН в 2019 году была осуществлена научная работа по этой тематике, руководил тоже один из моих учителей, профессор Виктор Григорьевич Помников. Ну и я, как выпускница этой школы, тоже продолжила в своих исследованиях вопросы применения МКФ уже в сфере доступной среды, в сфере комплексной реабилитации. И вот опубликовав в 2020 году уже докторскую диссертацию по этой тематике. И в частности, вот это осмысление привело к пониманию глоссария, который мы сейчас используем. Да, в МКБ-10 есть формулировка психические расстройства и расстройства поведения. В той документации, которую использует медико-социальная экспертиза, есть понятие нарушения психических функций. И четко, это приказ 585-Н, четко понимаешь из приказа, какие конкретно функции включены в это понятие. А вот МКФ в той формулировке официальной, которая передвина сейчас на русский язык, есть слово «нарушение умственных функций». Но в английской версии это все-таки mental, психические и ментальные функции. Поэтому, на наш взгляд, это является синонимом нарушения умственных функций, психических и ментальных. И дальше классификация дает нам понимание, как эти функции распадаются на классификационные группы. Глобальные функции, специфические умственные функции, ну и так далее. Поэтому вот дальше уже во всех презентациях, поэтому есть разница. Все-таки функция интеллекта, функция умственная, функция психическая, вот есть небольшие нюансы в этих во всех определениях. Седьмой, вернее, третий факт. Мы сегодня очень много слушали различных докладов в первой части. В общем-то, на сегодняшний день разработаны методические основы и альтернативной коммуникации, и ясного языка, и различных других задач в данной сфере. Вот я, в частности, здесь привела такую историю. Это история из практики в Смоленском педагогическом колледже. Уже даже профессия, должность такая есть, педагог-аггументатор, который переводит программы на, условно говоря, на ясный язык. Программы профессионального обучения для подготовки лиц с инвалидностью по специально-профессиональным программам. Так как я работаю в Организации Объединенных Наций, то хочу привести слайд вот оттуда. В частности, если мы посмотрим документы ООН, мы видим документы, подготовленные на обычном языке, в частности, на английском, и документы, представленные на ясном языке. То есть на сегодняшний день видим, что формируется новое направление, так называемая лингвистическая доступность, если уже говорить о внедрении ясного языка и легкого чтения. Здесь есть нюансы, но я не буду останавливаться на нюансах этих понятий. И даже вот сейчас, если говорить о моих собственных лекциях, я сейчас включила такой слайд для специалистов, вот начинаю все лекции с такого слайда, который я сама составила, ну, скажем так, на ясном языке, хотя не знаю, правильно ли я это сделала или не очень. Но я думала над этим слайдом довольно долгое время. Ну, вот эти методические основы, они представлены в литературе ясного языка, тоже я не буду на них останавливаться, довольно много литературы. Кстати, наши партнеры из Беларуси очень активно работали над этой тематикой. Еще то, что касается опыта регулирования информации, представленной в сети интернет, здесь можно при создании системы ориентироваться на приказ 15-го года 800-483, который установил требования к сайтам для лиц с нарушением зрения. Но, то есть, опыт работы с информацией уже есть. В частности, его также можно применять для тех вопросов, которые мы решаем. Следующая очень важная позиция, то, что альтернативная коммуникация, ясный язык, дополнительная коммуникация, области применения, это не только реабилитационные центры. Вот это часто такую позицию, что позицию руководителей учреждения, мы видим, что они говорят, «Ой, у нас нет инвалидов, мы не должны создавать доступную среду, мы не должны, ничего не должны, не должны вкладывать туда финансовые средства». Но позиция наша заключается в том, что область применения – это места пребывания людей. По сути, это объекты социальной и транспортной инфраструктуры. В частности, эта позиция подчеркивается и конвенцию на правах инвалидов, тоже вот сегодня о ней говорили, и статья «Девятая доступность», «Двадцать первая свобода выражения мнения образования», «Тридцатая статья», ну и ряд других позиций на конвенцию на правах инвалидов. Пятая позиция, она уже говорит о том, что мы не должны узко решать эту проблему, только обсуждая вот эти вопросы в своем кругу со специалистами. Но все-таки очень важны проекты, которые направлены на изменение устоев, этот термин я взяла из конвенции, и вообще в духе цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Здесь я привожу на слайде такой проект, как конкурс по разработке дизайнерской футболки на тему ясного языка и пиктограмм. Эта футболка не для инвалидов, а вообще для всех, кто хочет ее носить. И это очень важно, что вот не создавать сегрегационные проекты, а создавать уже проекты, направленные на изменение устоев, отношения общества к этой проблеме. Вот то, что касается цели устойчивого развития, тут я тоже привела такую интересную историю, как книжный клуб по вопросам ЦУР, он сформирован в рамках пятой цели «Гендерное равенство», и даже российская книжка «Девочка с земли» рекомендована для формирования мировоззрения у детей. Шестой факт. Он касается инвалидов и чрезвычайных ситуаций. Ну, мы сейчас все в определенном смысле пережили, проживаем. Чрезвычайную ситуацию связанную с коронавирусной инфекцией. Но есть и масса других чрезвычайных ситуаций, когда возможно эвакуация, когда необходима эвакуация и так далее. То есть информация иногда может стоить жизни. Например, пожар. Очень важно, чтобы были сформированы инструкции, что нужно делать, как нужно поступать при таких чрезвычайных ситуациях. И поэтому подключение, допустим, министерства по чрезвычайным ситуациям тоже очень важно для этой работы. Ну и седьмой факт, на котором мне хотелось бы остановиться. Любая информация любит системные решения. И для внедрения, вообще вот этой, для проработки этой темы информации, что здесь вот необходимо. На мой взгляд, система может быть сформирована следующим образом. Это и научная основа, и нормативное закрепление, причем приоритеты расставлены именно так. Вначале наука, потом нормы права. Организационная основа, меры, следства, приемы, финансовая основа, информационная, кадровая и участие целевой аудитории. Конечно, есть и другие компоненты, но вот мне хотелось остановиться на основных. И что же на сегодняшний день перечисляется в законопроекте? Какие заложены основы уже нормативного регулирования? Это тот законопроект, о котором я говорила в начале, о котором Анна Львовна говорила. Во-первых, создается история, связанная с русским ясным языком. То есть дается определение понятия и вводятся определенные технологии работы. То есть существуют переводчики на русский ясный язык, которые будут иметь соответствующее образование и квалификацию. Также участие целевой аудитории запланировано, потому что оценка подготовленных текстов на русском ясном языке осуществляется экспертами-оценщиками из числа инвалидов, прошедшими специальную подготовку. Это вот все предложение законопроекта. И формулируются, по сути, ответственные, кто будет отвечать за эту историю. Это органы государственной власти, субъектов и органы местного самоуправления, которые обеспечивают развитие русского ясного языка альтернативной и дополнительной коммуникации. Но также подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку преподавателей, переводчиков русского ясного языка и экспертов-оценщиков. На мой взгляд, я все-таки добавила и федеральные органы власти сюда, потому что все-таки тема единообразия, унификации, ее никто не отменял на федеральном уровне. И в соответствии с теми позициями, которые я высказала, хочу предложить такие предложения по повышению доступности информации для лиц с нарушением ментальной функции. Во-первых, это действительно стимулирование развития науки, развитие, поддержка научной. И у нас есть в Российской Федерации. По сути, формирование методологии лингвистической доступности, альтернативной коммуникации, дополнительной коммуникации, все это важные вещи, и без науки, если мы потеряем науку в этом отношении, то, к сожалению, вся система может распасться. Все-таки решение вопроса с экспертами о достаточности терминологии. Все-таки у нас есть понятие альтернативная, дополнительная коммуникация, русский ясный язык, но достаточно ли этого в свете вообще системы информирования? И как интегрировать эти технологии в систему информирования на объектах социальной и транспортной инфраструктуры? Следующий очень важный вопрос, он касается организации. То есть организации внедрения, использования систем, средств информации в приоритетной сфере жизнедеятельности человека. Здесь и надведомственный уровень решения, то есть необходимо определенные постановления правительства, как это мы действовали в отношении доступной среды, ведомственные акты по министерствам и ведомствам и даже, возможно, какие-то межведомственные акты, которые будут регулировать уже вопросы межведомственного взаимодействия. Оксана Николаевна, действительно, спасибо вам большое. Мы видим предложения на экране, и поскольку они затранслированы, все наши участники, которые смотрят трансляцию в ВК, тоже их видят. Мне кажется, что они реально, чрезвычайно важны. И вот мы с вами знакомы недавно, но я после того, как вы выступили, думаю, как же здорово, что мы с вами познакомились, потому что вот та методическая проработка, о которой вы говорите, тот целостный взгляд, структурный взгляд главной методической организации в этом отношении в России, мне кажется, он максимально осмыслен, и вот мы с своей стороны тоже это поддерживаем. И получается, что если вот ваше предложение немножко, как скажем, укрупнить, да, то получается, есть блок, связанный с нормативно-правовой историей, есть блок, связанный с подготовкой кадров, и есть блок, связанный с методическим обеспечением этой стороны, включая все на свете, особенно мне казалось очень правильным про условия опасности-безопасности. Вот. Я очень вам признателен, вот нам нужно резюмировать, да, если еще что-то есть, что сказать, буквально совсем немножко выскажите, и у нас вот в студии есть вопрос, я так понимаю, от Инны, может быть, Инна, вы сначала зададите вопросы, или сначала резюме, вот как? Сначала резюме. Сначала резюме, Оксана Николаевна, резюме коротенькое совсем. Да, пожалуйста. Вопрос, да? Можно вопрос задавать. Да. У меня вопрос к Оксане Николаевне и к Алексею. Вот вы сказали, что основы для использования, например, ясного языка, они в общем российском законодательстве существуют. Оксана Николаевна, чудесный пример привела относительно адаптации сайтов, в частности, сайтов образовательных организаций, государственных органов для слабовидящих. Скажите, пожалуйста, когда бы вы прогнозировали с учетом той динамики развития нормативно-правовой базы, развития методической базы в России, когда, например, мы смогли бы увидеть, например, сайт Госуслуг с переводом на ясный язык. Или, например, требования к разработчикам таких важных информационных ресурсов абсолютно для всех граждан нашей страны, которые были бы в ключевых хотя бы своих страницах переведены на ясный язык. Когда может такое будущее выступить по вашим прогнозам? Какой острый вопрос! Вопрос не только острый, а честно... В этом отношении как бы забегая вперед, но я тебе, как это сказать, мне уже быстрее хочется к счастливому будущему продвинуться, поэтому мне хочется увидеть этот горизонт. На самом деле вопрос не только интересный, а он очень научный, потому что действительно мы сейчас проводим так называемые форсайт-исследования, формируя облако возможностей, облако будущего, что будет сферой реабилитации, что будет сферой доступной среды. И методология включает изучение экспертного мнения, ну и формирование облака, скажем, экспертного мнения. с разной глубиной. 5-10 лет, 50-100 лет. Очень интересное исследование. Предлагаю присоединиться, уважаемые коллеги. Ну, с учетом темпов, хочу сказать, что это исследование настолько началось. И я не отвечу прямо на ваш вопрос, когда. Но действительно, это действительно острая проблема. И сейчас норма творчества подходит к тому, что появляется обязательство это делать. В том числе, вот путем законопроекта, про который я и Алексей говорили, и Анна Львовна. Поэтому, когда неизвестно, мы работаем. А вот в процессе, скажем так, усовершенствования этого законопроекта, как-то вот можно было бы включиться еще другим, так сказать, заинтересованным сторонам? Просто это была бы потрясающая история. На самом деле законопроект есть и в открытом доступе. Прям можно набрать законопроект по вопросам, по внесению изменений в законодательные акты по вопросам комплексной реабилитации. Ну и в принципе, Минтруд России занимается этим. И, наверное, вот, Алексей непосредственно. Анатольевич. В том числе мы занимаемся этими вопросами. Ну, по поводу сроков, я чуть-чуть какой-то конкретики попробую добавить. Да, форсовет исследований и так далее, это все замечательно. Но, если говорить чиновничьим языком, то есть определенные виды, которые, это профессионально-формативный акт. Ну, во-первых, я говорил, поднимал темы оценок, поднимала концепция, на встрече, на встрече, концепция развития системы комплекса реабилитации. Один из пунктов, это развитие системы русского, простого и ясного языка. И к этой концепции, которая была принята в конце прошлого года, прилагается, естественно, план, который вот сейчас на выходе уже находится, последнего парсирования Министерства культуры сопротивления в некоторых моментах. Но этот пункт остается и с 22-го года мы уже должны приступить в соответствии с этим планом к проработке методологии простого и ясного языка. А если у нас проект федерального закона будет до конца этого года утвержден, то это будет иметь и соответственно законодательную основу для этого всего. Поэтому, разумеется, это вопрос в ближайших лет, если мы затвердим все это, закон не затвердим все это в планах реализации различных формативных актов, то нам деваться будет некуда и мы на всех парусах на этом помчимся вот в этот план. По поводу участия всех коллег в разработке проекта федерального закона, ну, конечно, этим занимается Минтруд, в том числе с нашим участием, в том числе с нашей помощью, потому что мы тоже фактически являемся федеральным ресурсом по вопросам области реабилитации, поэтому мы вот в своей части абсолютно открыты для взаимодействия, нам уже надо работать над тем, как реализовывать, в общем, рабочую группу для претворения в жизнь этого проекта в части русского языка. Спасибо большое, Алексей, и спасибо вот от Инны, да. Дело в том, что фонд Сбербанка очень заинтересован в продвижении этой темы, я думаю, что если мы соединимся вместе, да, вот в обсуждении этого вопроса на площадке за пределами семинара, я думаю, что это будет вполне уместно. Друзья, у нас остается еще выступление одного эксперта, и, к сожалению, очень мало времени, поэтому я приглашаю включить камеру Наталью Викторовну Нечаеву, мы сегодня Наталью Викторовну в первой части уже видели, но, к сожалению, опять же-таки повторюсь, технические сбои не дали в полной мере понять, что же имелось в виду, да, вот, но, Наталья, счастье в том, что вы дальше будете вместе с Эммой выступать, и у вас будет замечательный длинный мастер-класс, мы думаем, что все, что нужно, мы после вашего мастер-класса уж точно поймем. Сейчас же вопрос вот какой, мы обсудили, да, вот эти вот векторы, мы поняли, как это движется в нормативно-правовом поле, и как это будет двигаться, но ваша ассоциация с одной стороны, а с другой стороны вы представляете Российский государственный педагогический университет имени Герцена, очень уважаемая нами организация, и являетесь президентом ассоциацией преподавателей перевода в России. Вот к вам вопрос, что вы с содержательной точки зрения делаете или готовы сделать и усовершенствовать, как профессионалы, которые могут здесь быть очень полезными? Да, добрый день еще раз, коллеги, надеюсь, меня слышно и видно. Да, я, наверное, обойдусь без презентации. В этот раз, да, Наталья, в этот раз все отлично. Да, я, наверное, говорю, обойдусь без презентации. Мы с Эмой, когда будем делать уже мастер-класс, там подробно с презентацией все расскажем. Буквально для того, чтобы сэкономить время, расскажу на словах, чем мы занимаемся с точки зрения и подготовки будущих кадров. Мы очень надеемся, что то будущее, о котором говорит Инна, будет действительно скоро наступить. И с точки зрения стандартизации самого, самих понятий, да, простой и ясный язык. Наша ассоциация преподавателей перевода, это союз профессионалов, да, преподавателей перевода и одна из важных рабочих групп этой ассоциации, эта группа называется «Перевод на ясный и простой языки». Чем мы занимаемся в рамках нашей группы? Первое, это, конечно, мы стараемся разработать научную базу, базовые положения, касающиеся разграничения понятий, ну, в принципе, о понятии «доступный язык», который объединяет понятия «ясный» и «простой» языки. Базовые принципы доступного языка, которые на самом деле едины и для простого, и для ясного языков. Здесь я тоже подробно сейчас не буду рассказывать, кому, если интересно, можете посмотреть на нашем сайте. «Перевод на ясный» и «простой язык». Называется он достаточно просто «easyandplain.ru». «Easylanguage» – «ясный язык» или «легкий язык», «plain language» – «простой язык». «easyandplain.ru». Там вкратце мы… Ну, то есть там не вкратце, там мы разместили основные результаты нашей работы и постарались рассказать емко то, чем мы занимаемся. Вот, в том числе, там есть публикации размещенные, это и статьи в наших российских журналах научных, и зарубежные публикации, в том числе совместные с зарубежными разработчиками этой темы, поскольку мы все знаем, да, в Европе в частности, темы доступной коммуникации и разработки, да, вот этих понятий, включения ясного языка в частности, да, во все организации и государственные, и коммерческие уже достаточно давно это существует и закреплено на законодательном уровне, в частности, в Германии есть такой закон, согласно которому все учреждения должны иметь сайт, ту самую заветную кнопку, о которой говорила Инна, на которую можно нажать и посмотреть версию этого же сайта на ясном языке. Это касается не только сайтов, конечно, и всех документов. Вот, чем мы занимаемся в Ассоциации? Это первая разработка вот этой научной базы, второе, мы в прошлом году инициировали в этом году группа «Начинает свою работу», две группы, две рабочие группы по разработке стандартов, да, стандарт «Ясный язык» и стандарт «Простой язык». Здесь мы идем тоже следом за нашими зарубежными коллегами, в частности, разрабатывается на данный момент уже утверждается стандарт ИСО по простому языку и спецификация по ясному языку в ИСО. И в Германии институт, немецкий институт стандартизации ВИН параллельно ведет работу по разработке национального стандарта в Германии. Мы, соответственно, тоже эту инициативу продолжаем в России и, как уже сказала, было создано две рабочие группы, которые вот прямо сейчас будут начинать вступать и разрабатывать проект, который позже, конечно, будет также обсуждаться. Почему важно, чтобы был стандарт с нашей точки зрения, да, для того, чтобы были какие-то ориентиры, для того, чтобы не было, так называемых, мы надеемся, что в скором будущем, да, это будет развиваться, это направление в России будет развиваться достаточно широко и тогда потребуется достаточно большое количество экспертов, способных создавать тексты, оригинальные тексты, да, на ясном или простом языке и переводить тексты со стандартного языка на ясный или простой. Для того, чтобы, когда это выйдет на большие масштабы, были ориентиры, что такое хорошо, что такое плохо, нужно, конечно, разрабатывать стандарты. Стандарты будут касаться, как это принято у нас в российской системе стандартизации, непосредственно каких-то правил, да, не, это не будет выглядеть как методичка, которую нужно взять и использовать, это будет стандартный, стандартизирующий процесс, что должно входить в перевод, поскольку перевод это не просто мы берем слова, переставляем или там сокращаем предложение или используем синонимы, которые нам кажутся более популярными. Сам процесс представляется в сложный когнитивный процесс для того, чтобы сделать качественный текст на ясном языке. Ну, все, кто пробовал это делать, понимают, что это не так просто, как кажется на первый взгляд. Вот, и здесь, конечно, обязательно, то, о чем коллеги уже говорили, должно быть и участие целевой аудитории в качестве оценщиков, да, когда мы говорим, мы рассматриваем вообще перевод на ясный и простой язык, языки, как вид внутриязыкового перевода, и у него есть много общего с межязыковым переводом. У нас тоже есть исходный текст на одном языке, и у него есть своя коммуникативная ситуация, там он кому-то адресован, написан с определенной коммуникативной задачей, и у нас есть текст перевода, в котором мы учитываем специфику нашей целевой аудитории, здесь и психофизические особенности, и размещение текста, где он размещается, для чего он размещается, это все учитывается, и процессы, они немного схожие, да, переформулирование текстов. Вот, в межязыковом переводе роль выпускающего редактора есть такое обязательное звено, выпускающий редактор перевода. Это человек, который, ну, есть переводчик, есть редактор, есть выпускающий редактор, который оценивает уже качество этого перевода со стороны потенциального заказчика, условно, так можно это выразить, то в роли выпускающего редактора, когда мы говорим о тексте на ясном языке, конечно, должна быть целевая аудитория, для которой этот текст написан. Мы можем его передать, нам кажется, ясным языком, но человек, который будет его читать, он может его не понять, поскольку у него своя картина мира и свои особенности. Поэтому вот это процесс стандартизации мы тоже включаем именно этапы, которые должны обязательно быть в процессе перевода текста на ясный или простой языки. Вот. Это то, чем мы занимаемся в рамках стандарта. Эмма, может быть, дополнить? Я пока еще скажу второе важное. Наталья, у нас буквально одна минута, да? Поэтому... она продолжит, раз она даже вышла перед домом. Если есть необходимость продолжить час, Эмма, то продолжаем сейчас, если позже, то позже. Я вышла, чтобы напомнить, чтобы заканчивать. Спасибо вам большое. Спасибо. Нам эти ориентиры очень ясны, да, так сказать, это для нас как подсказки и ясный язык, да, так сказать, вот, что пора закругляться. Большое вам спасибо, Наталья. Дело в том, что теперь вот вы сказали буквально несколько слов, то, что называется, но нам понятно, что серьезная методологическая основа, она готовится не только в институте Оксаны Николаевны, она прорабатывается и в вашей ассоциации, и Герцогским университетом. И мне кажется, что то, о чем сказал Алексей, да, так сказать, когда мы готовим нормативно-правовую базу и методические материалы, нам, конечно, нужно всем вместе присоединяться, да, и объединяться вот в этом вот вопросе, потому что у каждого совершенно точно есть свои уникальнейшие компетенции, и если эти компетенции и в нормативно-правовой базе, и в методическом обеспечении, и в подготовке специалистов будут объединены, то, мне кажется, мы получим наиболее, так скажем, структурированные, да, продукты, наиболее полезные, наиболее целесообразные в использовании, и это очень здорово. Вы знаете, я хотел бы, наверное, начать завершающую часть, да, завершающую часть нашей дискуссии, и горячо поблагодарить вас всех, уважаемые эксперты, за то, что вы поучаствовали в ней, потому что сейчас становится понятно, как очертание того, что такое информационная доступность, те двухсторонние очертания, о которых говорила Анна Львовна, также понятно, что прорабатывается нормативно-правовая база, и также понятно, что мы двигаемся в части металлического сопровождения. Мы очень хорошо понимаем, что сейчас вся эта работа, она находится на начальном этапе, вот, я думаю, что вряд ли кто-то с этим поспорит, но мы также хорошо понимаем, что вектор, вот всеми теми экспертами, кто сегодня участвует в семинаре, вектор понимается абсолютно одинаково, и этот вектор идет в одном и том же направлении. Вот это дает основание думать, что в ближайшем будущем у нас будет и портал госуслуг на ясном языке, да, Инна, и многие, многие другие вещи, и сайты, в том числе, и сайт, может быть, федерального ресурсного центра, нашего федерального центра тоже, в том числе, на ясном языке. Я же хочу добавить одну иллюстрацию из моей личной жизни, я думаю, что вы многие с этим сталкивались. Иногда мы хотим взять и почитать литературу на английском языке, и тогда мы берем на английском языке Сомерсета Моэма, например, замечательный театр, который мы читали еще в школе, и мы начинаем читать его в неадаптированном варианте, со всей, так сказать, вот этой языковой сложностью иностранного языка, и мы половину здесь не понимаем. Тогда мы идем в магазин, где продают книги, в книжный магазин, и мы берем книжку Сомерсета Моэма, театр, в адаптированном варианте, где, так сказать, все то же самое, содержание то же самое, но другими словами, другими фразами, и мы берем эту книгу и начинаем читать ее не с потугами и все равно непониманием, а с большим удовольствием. Вот мне кажется, что то, о чем мы сегодня говорили, оно во многом созвучно с тем примером, который я сейчас привел. Мне хотелось бы, чтобы мы на вопрос информационной доступности во многом смотрели своими собственными глазами, с опытом и своей собственной жизни. Дорогие эксперты, я еще раз благодарю вас за участие, спасибо вам, Инна, спасибо вам, Алексей, Оксана Николаевна, Анна Львовна, Наталья и Эмма, безусловно, вы еще дадите о себе знать сегодняшним мастер-классом. Спасибо вам, коллеги. Вот, и... Да, я бы, честно сказать, очень надеюсь, что сегодняшняя встреча, она может положить начало для такого серьезного партнерства, которое вот этот путь до горизонта нам сократит. Да, мы готовы встречаться на площадке и вашей, Алексей Анатольевич, и на вашей площадке, Оксана Николаевна, и мы готовы предложить свою площадку. Я думаю, что коллеги из ассоциации тоже могут сказать то же самое. Спасибо вам еще раз, дорогие друзья. и...